Риторический фактор И заранее объявил о своем приезде и попросил пастора сделать специальное объявление Каково же было его удивление, когда на служении присутствовал человек пять Тогда он спросил пастора, ты что, никому не сказал о том, что я приезжаю? Я же известный проповедник Пастор, оправдываясь, промямлил Конечно, никому не сказал, но, видимо, информация как-то просочилась Быть хорошим оратором, которого всегда приятно и хочется слушать Это, конечно, большое искусство Но оно зависит часто от таких вот мелочей, о которых мы сейчас будем говорить Мы уже довольно много поговорили о риторическом факторе Давайте поговорим о том, что еще может быть важно Итак, обзор помещения для выступления Если у вас есть возможность предварительно ознакомиться с помещением, в котором вы будете проповедовать То этой возможностью нужно воспользоваться Конечно, если помещение вам привычно Вы проповедуете в своей церкви То тогда, тем не менее, нужно всегда пытаться улучшить его акустические свойства Любой организатор того или иного богослужения Обязан принимать в расчет особенности Акустические особенности помещения Подходит ли оно для проповеди Не слишком ли велико, не слишком ли мало Удовлетворительна ли акустика и так далее Вообще, любой проповедник гораздо более комфортно чувствует себя В маленькой гостиной, где битком сидит 40 человек Нежели в зале на 2000 мест, в котором сидит 400 человек Всегда подбирайте помещение, исходя из размеров вашей аудитории Действительно, лучше, чтобы помещение казалось заполненным Нежели количество народу фактически больше Но они сидят, как отдельные такие кучки И теряются в большом помещении Большое количество слушателей, которые разбросаны по всему залу Не позволяет создать нужную атмосферу В таком случае лучше попросить слушателей сесть поплотнее Занять передние места Задни скамеечников побудить пересесть весьма и весьма непросто Тут нужно прибегать к разного рода ухищрениям Можно сказать, что, например, в театре передние места самые дорогие Поэтому займите дорогие места, совершенно бесплатные и так далее Но так или иначе, лучше потратить на это время перед проповедью Нежели, собственно, рыскать взглядом, выискивая слушателей в огромном помещении Если народу пришло немного, не столько, сколько вы ожидали Ни в коем случае не ругайте пришедших за плохую посещаемость Это самое глупое, что вы можете сделать как проповедник Люди-то пришли, почему же они должны выслушивать обвинения в том, что они якобы плохо ходят на собрания Ругайте непосещателей, злостных прогульщиков в приватных беседах С небольшим числом слушателей следует обращаться, особенно бережно и дружелюбно Когда вы выбираете помещение, учитывайте также такой фактор, как наличие свежего воздуха В жаркие летние дни, хорошо, если ваше помещение будет оборудовано кондиционером Ну или уж во всяком случае, там должен быть обеспечен постоянный приток свежего воздуха Нет ничего хуже, чем душное, несвежее помещение Если там еще и накурено, к тому же, то это совсем никуда не годится Для богослужения такие помещения непригодны Ну, я понимаю, что в наших церквах не курят Но иногда приходится пользоваться арендованными помещениями Которые перед богослужением нужно проветривать Также, когда вы подбираете помещение для богослужения Пожалуйста, сделайте так, чтобы вас, как проповедника, было видно Колонны, какие-нибудь выступы стен могут помешать кому-то из слушателей видеть вас И особенно, если вы проповедуете с презентацией То все слушатели должны видеть презентацию Постарайтесь расположиться в зале таким образом Чтобы вас было видно каждому человеку В больших помещениях следует также учитывать две опасности Либо чрезмерное поглощение звука Либо эхо, так называемый эффект спортзала В первом случае, когда звук поглощается Неудачно с акустической точки зрения помещения Вам следует особенное внимание обратить На тщательное проговаривание окончаний слов Не глотайте окончания вообще никогда Но в помещениях, которые поглощают звук Особенно четко произносите окончания слов Если в зале есть эхо, присутствует эффект спортзала Вы должны замедлить темп вашей речи Эхо раздается обычно, если помещение очень высокое Или если оно многократно разделено разного рода перегородками Если помещение квадратное, то говорить лучше всего из угла Тогда слушатели помещаются в так называемый звуковой конус Впрочем, сегодня звукоусиливающая аппаратура Способна решить практически все акустические проблемы Тем не менее, если вы строите зал для богослужений Лучше проконсультируйтесь со специалистом, с инженером, акустиком По поводу того, как лучше построить зал с акустической точки зрения Пол должен немножечко возвышаться Должны быть специальные продуманные элементы зала Посмотрите, как делают зал в хороших театрах Или в хороших дворцах культуры Постарайтесь воспроизвести все эти особенности Когда будете строить свой зал Что касается речи под открытым небом Так называемой вне храмовой проповеди Она довольно частое явление в прошлом Иисус проповедовал под открытым небом Первые христиане часто проповедовали под открытым небом И на самом деле, даже без звукоусиливающей аппаратуры При соблюдении определенных правил Можно говорить под открытым небом даже перед 60 тысячами слушателей Например, Спержин часто жалел о том, что проповедь оказывается запертой в церкви И он желал идти вперед, идти к слушателям Туда, где они уже собраны Сегодня речь под открытым небом – это редкость Конечно, она звучит на миссионерских призывных собраниях, на стадионах В этом случае обратить внимание нужно вот на что Место для выступления должно иметь благоприятное расположение с точки зрения ветра Учитывайте направление ветра Говорить против ветра очень и очень трудно и нецелесообразно Исходя из основных положений акустики Если вы проповедуете на улице То неподалеку от вас должна быть стена За вами должна быть стена Лучше поставить ширму, если естественной стены нет Если и ширму поставить невозможно То нужно использовать рельеф местности Лучше, чтобы за вами была какая-нибудь гора Или хотя бы край леса Проповедовать с поверхности озера Находясь на лодке тоже весьма и весьма эффективно Но вы должны учитывать, что под открытым небом Нужно говорить гораздо медленнее, чем вы говорите в зале Причем под открытым небом не рекомендуется кричать Никогда не рекомендуется кричать Нужно говорить более акцентированно Использовать резонаторы более эффективно Но ни в коем случае не кричите Конечно, речь под открытым небом Должна быть более эмоциональной, чем речь в зале Пару слов нужно сказать о кафедре Кафедра совершенно необходимый элемент для проповедника Я лично очень не люблю, когда кафедра стройнее, чем проповедник Может быть это от того, что я сам не очень стройный человек Но, конечно же, по другим причинам Дело в том, что обычно мое требование к кафедре таково На кафедре должен уместиться мой ноутбук Я сам должен управлять презентацией Ноутбук нужен по двум причинам Даже если у вас есть пульт дистанционного управления презентацией Вы должны видеть ее перед глазами Нехорошо, если вы постоянно озираетесь на экран, который за вами или где-то сбоку Это очень некрасиво Совершенно неприемлемо, когда презентацией управляет кто-то другой Всегда это выглядит отвратительно Когда вы машете рукой Вася, переключай слайд Назад верни Нет, не вовремя Все это очень некрасиво Презентацией, слайдами вы должны управлять самостоятельно Я когда-то еще до того, как у меня появился медиапроектор Делал механические презентации на листе Ватмана Писал основные тезисы, проповеди и вывешивал их впереди на кафедру Но это делать все равно нужно самостоятельно Итак, стоит ноутбук Он у меня маленький, компактный Дальше Обязательно должна лежать на кафедре раскрытая Библия Желательно, чтобы она была большого формата Слушатель подсознательно испытывает уважение к большой толстой книге Рядом с Библией должны помещаться два конспекта формата А4 Почему два листа формата А4? Потому что конспект необходимо видеть на двух страницах Желательно прочитанную страницу откладывать в сторону Или слева, или справа, как кому удобно Но, кстати, если вы проповедуете с конспектом Или держите его в руках Это обязательное правило Листы нужно откладывать Ни в коем случае не делайте так Не подкладывайте их вниз Потому что слушатель в таком случае не будет знать Когда заканчивается ваша проповедь Он должен видеть визуально Что количество листов уменьшается Так ему будет легче Также мне не нравятся Кафедры Которые очень и очень узенькие Как я уже сказал, я не люблю, когда кафедра стройнее проповедника Но если уж другой кафедры нет Приходится как-то выкручиваться Ноутбук ставить на какую-нибудь подставочку На кафедру, конечно, солиднее всего положить Библию То есть это уместнее всего Чтобы Библию не держать в руке Это, кстати, хорошая привычка Если вы проповедуете в какой-нибудь культуре Ну, например, мусульманской Там не принято Библию опускать ниже пояса Поэтому пусть Библия лучше спокойно лежит на кафедре Не манипулируйте ею Ну, разве что иногда в особо патетических местах Вы можете поднять ее высоко И как-то рукой указать на нее Но пусть она лежит тогда на кафедре Конспект тогда вы будете держать в руках Надо продумать, куда вы его будете убирать Эти листочки Может быть, тоже какой-нибудь стул просто рядом положите Я не очень люблю, когда кафедра прозрачная Дело в том, что следить еще и за ногами Во время проповеди уже слишком много внимания Проповедник может танцевать ногами Переступать с ноги на ногу Может складывать их крестом Желательно, чтобы все это не видно было Поэтому кафедры в виде таких пюпитров Или прозрачные кафедры Это не совсем то, что нужно Я не очень люблю ходить по сцене во время проповеди Но это лично моя особенность Вряд ли я могу быть здесь объективным Кто-то любит Но, конечно, очень трудно держать весь конспект в голове К конспекту надо как-то обращаться Поэтому, если вы по сцене ходите Вам придется все время таскать с собой конспект Иначе ваша проповедь, скорее всего, будет не глубокая А просто какая-то эмоциональная Ну, конечно, иногда пройтись можно И тут уже вступает в действие следующий фактор Как наличие микрофона Ну, сейчас многие проповедники пользуются Какими-то такими специальными микрофонами Надеваемыми на ухо Микрофонами, которые не связывают вас проводами Беспроводными микрофонами Однако остаются еще и такие микрофоны Которые нужно держать в руках Пожалуйста, все это учитывайте Лучше всего отрепетировать Мне не нравятся вот эти наушные микрофоны И вот то, что сейчас на меня нацепили Подобного рода микрофоны мне не нравятся Я в этом смысле довольно консервативен Лучше хороший вокальник Чем вот это вот все Хотя, конечно Тут со специалистами спорить не нужно Слушайтесь специалистов Единственное, что может испортить вашу проповедь Так это свист в динамиках Никогда, если особенно вы с обычным микрофоном Не вставайте перед динамиками Не направляйте микрофон в динамик Чтобы система не завелась и не засвистела Нет ничего хуже, чем не вовремя свистнувший микрофон Воспитывайте своих звукооператоров Чтобы они чувствительность микрофона регулировали заранее Что еще можно сказать по поводу конспектов И кафедры Ваша кафедра должна быть оборудована, может быть, даже нижней полкой Для того, чтобы можно было туда складывать конспекты Ваша кафедра может быть оборудована И просто должна быть оборудована специальной такой речкой На границе кафедры Чтобы исключить возможность соскальзывания Кафедра должна быть чуть-чуть наклонной Для того, чтобы читать было удобно Расстояние от конспекта до глаз Должно быть максимально комфортным для вас Я думаю, что технический прогресс будет развиваться И очень скоро уже, наверное, буквально через несколько лет Бумажные конспекты станут уже неактуальными Я уже сейчас мечтаю о том, чтобы все конспекты хранить в электронном виде В каком-нибудь большом планшете Компьютере и планшете Наверное, тогда можно будет и презентацию с него запускать Хотя лучше, чтобы был отдельный компьютер Пока даже знаменитый iPad Не соответствует требованиям Хорошего конспекта Да, он плоский Его удобно положить на кафедру И удобно листать Но он пока еще маленький Формат А5 Слишком плох Вам нужно увидеть большой объем текста Вам нужно уметь Видеть, по крайней мере, на страницу вперед Когда появятся большие планшеты Тогда можно будет отказаться от бумажных конспектов И это, конечно, удобно Бумагу экономим Леса не портим Ведь я сейчас никогда не храню уже бумажные конспекты Я их каждый раз распечатываю заново Конспекты хранятся в электронном виде В компьютере Еще возник вопрос по поводу Наличия кружки на кафедре Он очень часто возникает Я помню, мы были студентами музыкального училища И на госэкзаменах Мы духовики За роялем Все время стоял поднос с водой Очень комично это всегда выглядело Когда выпускник на выпускном экзамене Всегда волнуется Рот пересыхает Сыграл одно произведение Зашел за рояль Чего-то там выпил Вышел и стал играть Другое произведение Все зависит от культуры От культуры От принятых обычаев Вашей аудитории Наверное Если физиологически это необходимо Я понимаю У некоторых ораторов Физически пересыхает во рту Если физиологически необходимо Иметь стакан с водой Или даже графин Графин это уже на мой взгляд Излишне Достаточно стакан Или чай тепленький В каком-нибудь стакане Термосе Вы можете им пользоваться Но будьте с этим делом осторожны Некоторых слушателей Это раздражает Хорошо знайте свою аудиторию Если аудитория дружелюбно к вам настроена Можете попивать чаек Во время проповеди Если нет То лучше этого не делать Лучше как-нибудь Воздержитесь от этого Есть еще несколько мелочей О которых мы, пожалуй, поговорим с вами В следующей лекции Но вообще Относитесь к мелочам серьезно Из мелочей складывается Крупное ваше восприятие От мелочей зависит то Как вас будут воспринимать Мы продолжим В следующей лекции Говорить о мелочах Открыть и лекции 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 Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...